Книга «Открытым оком». Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Тема «Пособие по изучению Евангелия от Марка». Урок 1. Предисловие. Создатели фильма «Иисус» очень удачно избрали для этого Евангелие от Луки, который написал его, исследовав вышедшие до этого два Евангелия. От Матфея, написанного для евреев через пять лет после Вознесения Христа, от Марка, через семь лет написанного для римлян. Через пятнадцать лет после Воскресения Христова Лука приступил к написанию как бы письма, отчета, по сегодняшнему сказать как бы реферата для своего друга. Евангелие от Луки, 1 глава, с 1 по 3 стих. Неоднократный просмотр фильма «Иисус» очень хорошо помогает закрепить в памяти молодых его содержание. При изучении Евангелия от Марка по этому материалу, составленному на основе пособия по изучению Евангелия от Марка, желательно составить группу с определенным количеством участников. Если будет более десяти человек, то занятия будут более одолжительные, даже если только не более половины будут активно участвовать в разборе Слова Божия. Предварительно каждый из них пусть прочтет это Евангелие хотя бы по три раза. На вопросы, которые будут ставиться, желательно, чтобы все свободно отвечали и деятельно участвовали в собеседовании. Не все ответы будут правильными, это можно поправить. Главное, чтобы все принимали активное участие и много записывали, чтобы после окончания занятий можно было сравнить, с чем пришли и с чем ушли с этих курсов. Возраст участников этого благочестивого кружка ничем не ограничивается, но обязательно должен быть старший, или всегда один и тот же, или на каждом занятии быстро избирать другого или желающего, но обязательно только того, кто хорошо знает толкование Библии по святым отцам православной церкви. Поэтому пособию легко заниматься и в домашней обстановке со своей семьей. Это пособие не ограничивает, не сжимает никого, только в эти поставленные вопросы. Здесь дается каркас, минимум, а вы можете расширять его в зависимости от того, какие могут возникнуть новые вопросы. Это пособие для многих послужило благословением и были получены отзывы от людей, занимающихся по нему, что оно помогло им спастись в трагические минуты, когда у них жизнь потеряла всякий смысл и люди находились на краю пропасти. Если у вас появятся какие-либо сомнения в том, годится ли это пособие для православных, то посоветуйтесь с рожденным свыше священником, любящим Слово Божие и Христа, или напишите нам, и мы постараемся разрешить ваше недоумение. Для более глубокого исследования Священного Писания лучше подходит самое краткое Евангелие от Марка. Обязательно необходимо не только открывать указываемые тексты, но и внимательно вникать в них. От этого зависит более глубокое уразумение смысла Священного Писания. Кому лень это делать, тому лучше и не начинать предлагаемого метода чтения. Лучше всего уделять на чтение полчаса. Первым делом утром, пока вам еще свеж, и душа не охвачена впечатлениями дня. Лучше не останавливаться долго на непонятных местах, но читать дальше, не теряя много времени. Такие места впоследствии нередко разъясняются сами собою. Очень желательно перед чтением и во время чтения молиться. Лучшие мысли приходят свыше. Чтение даст мысли, которые могут быть обращены в молитву. И молитва вместе с чтением даст тогда благословенный результат. Итак, начинаем изучать пособие на Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 1 глава, с 1 по 8 стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобой, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, иерусимляне, и крестились, и от него все в реке в Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. Вопросы к этому месту Писания. В чем, собственно, заключается благая весть? Подумайте. Евангелие от Луки, 2 глава, с 10 по 11 стих. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю ему великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовым Спаситель, который есть Христос Господь. Неужели эта радость сводится только к провозглашению высокой морали? Или к возможности получения прощения грехов из огромной жизни? Об этом ли говорит эта благая весть и радость? Только лишь об этом? Или о чем-то другом? Матфея, 1 глава, 21 стих. Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Он спасает от грехов, но не во грехах, как мы это прочитали. Римлянам, 1 глава, 16 стих. Ибо я не стыжусь благорестовования Христова, потому что оно есть силы Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. Скобках силы свыше. Послание Титу, 2 глава, 11 по 14 стих. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам, а не ко всякому беззаконию. Весь курс изучения по этому пособию будет отвечать на вопрос, как понимать слова «Сын Божий». Бесстрашность молодого проповедника, праведности Иоанна Крестителя. Евангелие от Луки, 3 главы, 2 по 18 стих. Мы читаем. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Всякий долдом наполнится, и всякая гора и холм допонизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасения Божия. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил «Порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Уже и секира при корне лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ «Что же нам делать?» И он сказал им в ответ «У кого две одежды, то дай не имущену, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли ему и три креститься и сказали ему «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины «А нам что делать?» И сказал им «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостойно развязать ремень обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Лопатывал в руке его, и он очистит губно свое и соберет пшеницу-житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Бесстрашность молодого проповедника праведности Иоанна Крестителя В Израиле стать учителем-проповедником можно было только в 30 лет. То есть Иоанн, считая по нашим меркам, только что получил диплом, молодой специалист. Сколько в нем видно не только силы, но и смирения. Мы читаем Иоанна 3 глава с 26 по 30 стих. И пришли к Иоанну и сказали ему «Рави, тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радуется радостью». Слыша голос жениха, слыша голос жениха, «Сия-то радость моя исполнилась, ему должен расти, а мне умоляться». Неужели истинное смирение является признаком слабости? Ответьте на этот вопрос. Пророчество об Иоанне Исайя, 40 глава, 3 стих Глаз вопиющего в пустыне Приготовьте путь Господу Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему За 700 лет до Рождества Христова было сказано это пророчество Малахия, 3 глава, 1 стих «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». За 433 года до Рождества Христова было сказано это пророчество Иоанн шел всегда прямолинейно и никогда не входил в компромиссы со своей совестью Вследствие этого он мог сделаться совестью для окружающей его среды Вопрос Возможно ли вера и прощение грехов там, где нет внутреннего поворота к Богу? Деяние, 3 глава, 19 стих «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» 26 глава, 20 стих «Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, и потом всей земли иудейской, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния» Исайя, 45 глава, 22 стих «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного» Как другими словами выразить эти слова, сделать прямыми стези его? Ответьте на этот вопрос Тысячи людей каялись под впечатлением проповедей Иоанна Куда они потом делись? Эти люди Зная дальнейшую историю мира, и конкретно иудеи, мы можем дать неприблизительный ответ Может ли одно сознание своей вины, греховности исправить человека? Римлянам, 7 глава, 13 по 21 стих Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причинает мне смерть Так что грех становится крайне грешным посредством заповеди Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху Ибо не понимаю, что делаю, потому что что делаю, что не делаю Что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу Доброго, которого хочу, не делаю А злое, которого не хочу, делаю Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое Иоанна, 15 глава, 5 стих Я есмь лоза, а вы ветви Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода Ибо без меня не можете делать ничего Вопросы Чего не хватало? В чем Иоанн видит великое преимущество Христа над собою? Марка, 1, 8 Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым Вопрос Когда Христос крестил Духом Святым у верующих в Него? Касается ли нас это теперь? Диане, 2 глава, 39 стих Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш Вода Вода – символ внешнего очищения Дух же очищает душу 1 Калифинам, 6 глава, 11 стих И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего И дает силу для новой жизни и служения Диане, 1 глава, 8 стих Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли Продолжаем Евангелие от Марка, 1 глава, 9 по 13 стих И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духу, как голубя, сходящего на него И глаз был с небес Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение Немедленно после того Дух ведет его в пустыню И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною И был со зверями И ангелы служили ему Всякий человек Произведение своего времени, окружающей его среды Подходит ли это к Иисусу, пришедшему в Иудею из маленького, невзрачного галилейского города Назарета Как старательно Бог готовит своих избранных слуг Например, Моисея, Давида, Даниила, апостола Павла и других Христос прошел тридцатилетнюю подготовку для трехлетнего служения И как много Он совершил Будем мы терпеливы в Божьей школе Евреям, 10 глава, 36 стих Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное Римлянам, 5 глава, с 3 по 4 стих И не сим только, но хвалимся и скорбями Зная, что от скорби происходит терпение От терпения – опытность От опытности – надежда Вопрос Зачем Христос крестился у Иоанна? Мы это читаем в Евангелии от Матфея, 13 по 17 стих Подробно Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него Иоанн же удерживал его и говорил «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» Тогда Иоанн допускает его Послание филиппийцам, 2 глава, 6 по 7 стих Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек Послание к евреям, 2 глава, 17 стих Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным перед священником, перед Богом, для умилостивления за грехи народа В какой связи стоит крещение Иисуса с началом Его всенародного служения? Вопрос Родившись от Духа Святого, Христос теперь получает помазание Духа на служение Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу Деяние, 10 глава, 38 стих Как Бог Духом Святым и Силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним Деяние, 19 глава, 2 стих Сказал им Приняли ли вы Святого Духа у веровав? Они же сказали Ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый Может ли Божий слуга обойтись без этого и теперь, без помазания Святого Духа? Искушение Христа мы читаем Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола И постивших сорок дней и сорок ночей напоследок взолкал И приступил к Нему искуситель и сказал Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделались хлебами Он же сказал ему в ответ Написано Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уз Божьих Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма И говорит ему Если ты сын Божий, бросься вниз Ибо написано Ангел своим заповедует о тебе На руках понесут тебя Да не прикнешься о камень ногу твоей Иисус сказал ему в ответ Иисус сказал ему Написано так же Не искушай Господа Бога твоего Опять берет его дьявол на весьма высокую гору И показывает ему все царства мира и славу их И говорит ему Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне Тогда Иисус говорит ему Отойди от меня, сатана Ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи Тогда оставляет его дьявол И все ангелы приступили и служили ему Об этом же событии мы считаем у евангелиста Луки 4 глава С 1 по 13 стих Иисус, исполненный духа святаго Возвратился от Иордана И поведен был духом в пустыне Там сорок дней он был искушаем от дьявола И ничего не ел в эти дни А прошествие их напоследок залкал И сказал ему дьявол Если ты сын Божий То вели этому камню сделаться хлебом Иисус сказал ему в ответ Написано Что не хлебом одним будет жить человек Но всяким словом Божиим И возведя его на высокую гору Дьявол показал ему все царства вселенной Во мгновение времени И сказал ему дьявол Тебе дам власть над всеми семи царствами И славу их Ибо она предана мне И я кому хочу Даю ее Итак Если ты поклонишься мне То все будет твое Иисус сказал ему в ответ Отойди от меня, сатана Написано Господу Богу твоему поклоняйся И ему одному служи И повел его в Иерусалим И поставил его на крыле храма И сказал ему Если ты сын Божий Бросься отсюда вниз Ибо написано Ангелом своим заповедуют о тебе Сохранить тебя И на руках понесут тебя Да не прикнешься Камень ногу твоей Иисус сказал ему в ответ Сказано Не искушай Господа Бога твоего И окончив все искушения Дьявол отошел от него До времени Обязательно Полностью Не спеша Прочитывайте И прослушивайте Все указанные места Писания За самыми блаженными Часами нашей жизни Могут следовать Времена Самого тяжелого Искушения Из этих мест Писания Мы об этом узнаем Почему искушение Последовало вскоре За крещением Какова связь Зачем Христу Надлежало быть искушенным Первая Петра Четвертая глава Двенадцатый стих Возлюбленные Огненного искушения Для испытания Вам посылаемого Не чуждайтесь Как приключение Для вас странно Евреям Вторая глава Семнадцатый по восемнадцатый Стих Посему он Должен был Во всем Уподобиться Посему он Должен был Во всем Уподобиться Братьям Чтобы быть Милостивым И верным Пересвященником Перед Богом Для умилостивления За грехи народа Ибо как он Сам претерпел Быв искушен То может И искушаемым Помочь Евреям Четвертая глава Пятнадцатый стих Ибо мы имеем Не такого Первосвященника Который не может Сострадать нам В немощах наших Но который Подобно нам Искушен во всем Кроме греха Пятая глава Восьмой стих Евреям Хотя он и сын Однако страданиями Навык послушанию Из этого Видно Что само Искушение Когда оно Когда его Преодолеваешь Еще не есть Грех Или несчастье А когда же Начинается грех Иакова Первая глава Пятнадцатый стих Похоть Похоть Зачав Рождает Грех А сделанный Грех Рождает Смерть На каждое Искушение Следует Смело Смотреть Как на случай Для одержания Славной Победы Как на барьер Для скаковой Лошади Или как на Встречную волну Для корабля Можно Всегда Побеждать Первая Каримфина Десятая Глава Тринадцатый стих Вас Постигло Искушение Не иное Как человеческое И верен Бог Который Не поступит Не попустит Вам быть Искушаемым Сверх сил Но При искушении Даст И облегчение Так Чтобы Вы могли Перенести Ефесянам Шестая Глава Десятый По Восемнадцатый Стих Наконец Братья Мои Укрепляйтесь Господом И могуществом Силы Его Облекитесь Во все Оружие Божие Чтобы Вам Можно Было Стать Против Козни Дьявольских Потому Что Наша Брань Не Против Крови И Плоти Но Против Начальств Против Властей Против Мира Правителя Тьмы Века Сего Против Духов Злобы Поднебесной Для Сего Приимите Все Оружие Божие Дабы Вы Могли Против Стать В день Злый И Все Преодолев Устоять Итак Станьте Припаясь В чресло Ваше Истинное И Облегшись В броню Праведности И Обув Ноги В готовность Благовествовать Мир А паче Всего Возьмите Щит Веры Которым Возможете Угасить Все Расколенные Стрелы Лукавого И Шлем Спасения Возьмите И Меч Духовный Который Есть Слово Божие Всякую Молитву И Прошение Молитесь Во всякое Время Духом И Старайтесь О всем Самом И Со Всяким Постоянством И Молением О всех Святых Римлянам Восьмая Глава Тридцать Седьмой Стих Но Все Сие Преодолеваем Силою Возлюбившего Нас Кто Сам Не Побеждает В Искушениях Тот И Другим Не Может Помочь Тонкость Этих Искушений Причение Было Бы Не К Явному Или Грубому Греху К Чему Собственно Клонили Все Три Искушения Которыми Искушал Дьявол Господа В пустыне Римлянам Шестая Глава Шестнадцатый Стих Неужели Вы Не Знаете Что Кому Вы Отдаете Себя В Рабы Для Послушания Того Вы Рабы Кого Повинуетесь Или Рабы Греха К Смерти Или Послушания К Праведности Второе Петра Вторая Глава Девятнадцатый Стих Обещают Им Свободу Будучи Сами Рабы Тления Ибо Кто Кем Побежден Тот Тому И Раб Какой Момент Искуситель Избрал Для Нападения Ответьте На эти Вопросы Повторяю Вопросы К Чему Клонились Все Три Искушения Которые Искушал Дьявол Господа И Какой Именно Момент Искуситель Избрал Для Нападения И Почему Евангелие Тулки Четвертая Глава Второй Стих Там Сорок Дней Он Был Искушаем От Дьявола И Ничего Не Ел В Эти Дни А По Прошествии Их Напоследок Взалкал Какое Предостережение Для Нас В Этом Как Христос Отнесся К Искушению Постарайтесь Пожалуйста На Каждый Вопрос Ответить Для Себя Каким Путем Он Отразил Его Как Нам Поступать В Подобных же Случа Первый Петра Пятая Глава Девятый Стих Противостойте Ему Твердую Верую Зная Что Такие Же Страдания Случаются И С Братьями Вашими В Мире Ефесянам Шестая Глава С Одиннадцатой По Семнадцатый Стих Мы Читаем Облик Облик Итесь Во все Оружие Божие Чтобы Вам Можно Было Стать Против Козних Дьявольских Потому Что Наша Брань Не Против Крови И Плоти Но Против Начальств Против Властей Против Мироправителей Тьмы Века Сего Против Духов Злобы Поднебесной Для Сего Примите Все Оружие Божие Дабы Вы Могли Против Стать В день Злый И Все Преодолев Устоять И Так Станьте Припаясь В чресло Вашей Истинной И Облегшись В броню Праведности И Обув Ноги В готовность Благовествовать Мир А Паче Всего Возьмите Щит Веры Которым Возможете Угасить Все Расколенные Стрелы Лукавого И Шлем Спасения Возьмите И Меч Духовный Который Есть Слово Божие Желательно Чтобы Каждый Из Участников Кружка По изучению Евангелия От Марка Припомнил И Рассказал Случаи В котором Бог Помог ему При искушениях Сохранить Себя Очень Желательно Достать Книгу Федора Михайловича Достоевского Братья Карамазовы И С Рассуждением С Разбором Прочитать Главу Великий Инквизитор Об Этих Трех Искушениях Дьявола Бесподобные Гениальные Мысли Русского Пророка Федора Федора Сына Михайлова Раба Божия Да Войдут В сердца Русских Людей А Особенно Священников На этом Первый Урок Подходит К концу Редактор субтитров Редактор субтитров